Нет, нет, про пространство и... Мне кажется, что вообще история мозаики, она очень такая трагическая, вообще история мозаики. Скажем, был Рим, и там полы мозаичные, потом разрушается Рим, и всё, мозаика исчезает на очень долгий срок. Возникает Византия, опять расцвет мозаики, это уже такой расцвет, который большего расцвета вроде бы трудно представить. Такая империя, и всё такое живописное, и всё, потом это переходит ещё в христианство, и она наполняется какой-то внутренней духовным содержанием. Потом, значит, исчезает Византия, её порабощают, и в это же время в какой-то степени она переходит в Россию, а в России тоже нашествие. Получается, она опять исчезает. Причём исчезает даже не то, что как сам вид искусства, но исчезает материальность мозаики. Потому что вот есть, например, сообщения такие, ну вот я была в Старой Ладоге, там археологи нашли даже какие-то мастерские, где варили смальту. Это, значит, XI век. XI век, да. И потом это вдруг исчезло, потому что, ну вот Россия была вся раздроблена в войне, уничтожена. И с ней же, и исчезла мозаика. Кстати, вот другое искусство не исчезает. Там народное искусство, скажем, фреска, она не исчезла. А вот мозаика, она исчезла. Исчезла настолько надолго, как, например, до самого XVIII века, пока вдруг о ней не вспомнил Ломоносов. Да и, в общем-то, он и не напрасно вспомнил то, что в это время был, как бы, опять же, расцвет России. И вот этот расцвет совпадает с расцветом мозаики. Потом опять этот какой-то провал. Значит, опять Россия вроде бы возникает в конце XIX, вот начало XX века. Вспоминают о мозаике, вспоминают о смальте. Как она, что? Потому что это самый такой, ну, как бы, прекрасный материал не только в архитектуре, но и вообще, ведь, в общем, на него не действует ни время, ни какие-то там, я не знаю, погодные условия. Износово устойчиво. Свет у нее, да, существует все время. Яркий, доступный. Скажем, фреска, она выцветает, она постепенно исчезает. И даже масляная жилка всегда испаряется. А, в общем, вот мозаика, она вроде как должна существовать. Ну и потом, да, в советское время вот опять возник такой всплеск. Вроде бы кончилась война, люди немножко приходят в себя, государство тоже приходит в себя. Начинается новое строительство. Ну, как всегда, такое блочное строительство. А на этих блоках что может удержаться? Краска не удержится. Никакая не автомобильная, никакая краска. Значит, возникает вопрос, опять же, о смальте. Мозаик. Другое дело, что там могут появляться какие-то темы чисто политические, советские. Но в то же время существовали, как ни странно, и такие общечеловеческие темы, скажем, там, связанные с научно-исследовательскими институтами, со школами, с детскими садами. Да, и дворцы пионеров, и дворцы культуры тоже были. К сожалению, ничего так оказывается у нас таким хрупким, как архитектура. Вот у нас архитектура все время любит взорвать, перестроить. Ну, побольше, сам недолговечный. Да, получается, со стеной исчезает и мозаика. И, к сожалению, да, это у нас исчезает история нашей мозаики, вот даже с советского времени. И вот сейчас, конечно, после 90-х годов было очень сложно опять восстановить мозаику. Сложно, потому что нет заводов, нету потребностей. Вот, пожалуйста, там, в Ростове-на-Дону говорят, мы можем возродить эту мозаичную технику. Но в год должно быть не меньше 16 тонн. Кто возьмет эти 16 тонн? Ни один наш, ни Суриковский, ни Строганов, ни Академия там, никто ничего не сможет. Значит, Зеленоград целиком ушел на эту мелкую такую тонкую золотую смальту, с которой даже трудно что-нибудь сделать. Прямо с материалом тоже очень сложности получается. Почему мы перешли на такую работу лирическую, мастерскую? Потому что, ну, художник-мозаичист, ну, не может он не притворить что-то, себя в чем-то. Естественно, в мозаике. Мне кажется, что достоинство этой выставки вот именно в том, что этот материал не умер, и он еще живет. И надо надеяться, что все-таки что-то возродится. Ну, да.